Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрея Горгуленко мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. Новый год в октябре. Обновленный ДК на мехзаводе открыл свои двери. Игровые и медиазоны, мастерские, а главное много новых книг. Центральная детская библиотека начала работу после капитального ремонта. Как не мучиться с похмелья, что ждать от нового високосного года, собрали советы диетологов и прогнозы астрологов. Начнем наш предпраздничный выпуск с погоды. Сегодня в Самарской области объявлено экстренное предупреждение. Весь день в регионе будет облачно, обещают снег, местами метель. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. В отдельных районах с порывами до 17-22 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 8-13 градусов, местами до минус 18. На отдельных участках дорог снежные заносы. В Самаре службы благоустройства к снегопаду подготовились. На расчистку дорог вышли 168 машин и 242 дорожных рабочих. Продолжат работу и в ночь на 1 января. Дополнительно будут привлекаться машины субподрядных организаций. В том числе для доставки снега на полигоны. В целях безопасности на дорогах ГИБДД обращает внимание автомобилистов на необходимость быть осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и другие правила дорожного движения. У природы нет плохой погоды. В этом году зима не перестает удивлять. Так и в октябре празднуют Новый год. Дворец культуры в районе Мехзавод открыли после шестилетнего капитального ремонта. На торжественном открытии была наша съемочная группа. Дворец культуры на Мехзаводе открыли после шестилетнего капитального ремонта. Его привели в первоначальный вид, сохранив уникальные архитектурные особенности. ДК оборудовали современными технологиями, чтобы здесь могли заниматься различные секции. Их здесь 20. Культурный центр в районе, где проживают 70 тысяч человек, один. И потому его открытие – одно из самых долгожданных. Давно ждала, когда откроют. Очень нравится мне ДК. Это наша история, нужно ее знать. Отдельного внимания заслуживает потолок в холле здания. Потолок и купол ДК бережно отреставрировали. Теперь главный символ Союза рабочих и крестьян – серп и молот. Выглядит так же, как и в 1953 году, когда было построено само здание. Здесь проходили самые разные события для района. От приемов пионеры и заводских партсобраний до празднования Нового года. В день торжественного открытия в ДК пришли ветераны. Люди, которые проработали здесь всю жизнь. Очень, очень сильно мы ждали наш родной дом культуры. Я, например, вот здесь отработала 30 лет, и это мой родной дом культуры. Я очень рада видеть его в таком красивом вранстве. Я просто счастлива. Вышло тут так красиво, все чистенько. Вышло, у меня прям слезы аж пробило. Такая гордость. Вообще спасибо. Сейчас, вы знаете, вот открылось второе дыхание этого здания. Так хочется, чтобы поднялось творчество на ту высоту, на которой было. Здесь Микзавод очень ждали. Новую жизнь ДК «Октябрь» получил благодаря национальному проекту «Культура». А площадку вокруг него преобразили по федеральной программе «Комфортная городская среда». Во-первых, мы знали, насколько востребована Дворец культуры для поселка Микзавод. Во-вторых, мы получили федеральное финансирование в рамках национального проекта «Культура». В-третьих, что немаловажно в нашей современной жизни, на этом объекте работали очень ответственные подрядчики и реставраторы. Это совершенно уникальный, очень красивый объект с великолепной архитектурой. И очень хорошо, что администрации города, всей команде, которая занималась его восстановлением, удалось все это сохранить. Теперь культурный центр снова готов принимать гостей. Александр Шугаев, Мария Левина, Николай Сидоров. События. Подарок к Новому году. Центральная городская детская библиотека открылась. Теперь полностью и официально. Здание за несколько месяцев капитально отремонтировали и оснастили самой современной техникой на средства национального проекта «Культура». С обновленным пространством познакомилась глава Самары Елена Лапушкина и наша съемочная группа. Лучший отдых для большой семьи среди книг. В Центральной детской библиотеке занятие себе найдет каждый, от мала до велика. Для малышей – игровые зоны и мастерские. Для подростков – удобные читальные залы и медиазона с компьютерами, виртуальной реальностью и кинозалом. Пока заняты дети, что почитать найдут и родители. Очень радостно, что к нам приходят семьями. Приходят семьями с малышами, с подростками. Мама, есть чем заняться, есть много периодических изданий, новых книг по воспитанию детей. Поэтому это вот такой у нас интеллектуальный центр для семьи. Библиотека на Аэродромной официально открылась после капитального ремонта. Масштабное обновление стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». Внутреннее пространство оформили в единой теме – «Жигулевская кругосветка». Залы названы в честь известных географических точек на карте Самарской области. Игровая – остров «Зелененький». Читальная комната для подростков – молодецкий курган. Актовый – фестивальная поляна. Идет различная интерпретация трансформации ландшафта. То есть от мягкого ландшафта в детской зоне, малышковой, к более скалистой интерпретации ландшафта в подростковой. Учреждение оснастили самой современной техникой. Одно из главных ноу-хау – аппарат для сдачи книг. Теперь на каждой есть специальный чип. Издать ее можно с помощью новой системы гораздо быстрее и проще. А брать книг захочется больше. Библиотечный фонд тоже обновился. Добавились яркие, красочные и интересные издания. «Перемены» – одной из первых оценила и глава Самары Елена Лапушкина. Мне кажется, она даже перестает быть библиотекой в таком прямом понимании. Это уже интересное клубное пространство, где не только читают книги, где не только выбирают книги домой, но и занимаются, встречаются с друзьями, делятся впечатлениями. И, наверное, вот пришло время и на таких библиотеках. Познакомиться с новой библиотекой смогут все желающие. На новогодних праздниках для юных самарцев подготовлена насыщенная программа. До закрытия на ремонт в Центральной детской библиотеке было около 7 тысяч читателей. Теперь сотрудники уверены, что их число вырастет как минимум в два раза. Среди посетителей будут не только жители железнодорожного района, но и со всего города. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Кому отдыхать, а кому работать. В ночь с 31 декабря на 1 января на боевое дежурство заступят сотрудники оперативных ведомств. Кто будет охранять покой самарцев в новогодние праздники, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. Праздник для всех, но не для самарских пожарных. В новогоднюю ночь, 31 декабря, на боевое дежурство заступят 325 человек личного состава. Для ликвидации ДТП они будут использовать гидравлические инструменты для тушения огня, пожарные рукава. На вооружении первой пожарной части Самары новейшие образцы техники. Специальные автоцистерны и автолестницы. Здесь есть все необходимое для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сотрудники МЧС готовы прийти на помощь горожанам в любой момент, даже за 5 минут до боя курантов. Все подразделения города Самары несут постоянное боевое дежурство, возится резервная техника. Подразделения города Самары к встрече нового года полностью готовы. Здесь находятся также по всей длине отсека ручные пожарные лестницы. Лестницы предназначены для работы на высотах. То есть до третьего этажа вот эта лестница трехколена раскладывается, то есть включительно до третьего этажа. В эту ночь не будут спать и сотрудники Самарской Росгвардии. Они будут охранять здоровье и покой горожан вперед всех новогодних праздников. В преддверии долгих выходных силовики проводят профилактическую работу на улицах города. Раздают местным жителям специальные памятки. Будьте добры, управление Росгвардии по Самарской области пару минут там удивитесь, пожалуйста. У нас проходит акция сейчас в безопасный Новый год. Мы раздаем памятки о том, как вести себя нужно, то есть по соблюдению мер безопасности в новогодние каникулы. Чтобы у вас новогодние каникулы прошли удачно, без каких-либо происшествий. В новогодние праздники росгвардейцы рекомендуют местным жителям не брать с собой травматическое оружие вместо массового пребывания граждан. Огнестрельное хранить в специальном закрытом сейфе. То есть, если это охотничье, огнестрельное, гладкоствольное или нарезное оружие, оно должно переноситься в чехле в разобранном виде, патроны, соответственно, отдельно от боеприпасов. Сотрудники вневедомственной охраны советуют самарцам внимательно следить за своим имуществом и не пускать незнакомцев на порог дома. Покидая дом на длительное время какое-то, необходимо, во-первых, закрывать все двери, окна, закрывать все замки, попросить соседей, чтобы они посмотрели за квартирой, попросить забирать почту из почтового ящика. Злоумышленники рассчитывают на то, что под Новый год бдительность граждан притупляется и пытаются этим воспользоваться. Сотрудники рассказывают, на прошлый Новый год поймали мужчину, который нападал на самарцев в костюме Деда Мороза и отбирал у них личные вещи. До нашего приезда сбросил вот эту свою одежду и убежал. Мы изъяли эту всю форму на одежду его и сообщили сотрудников полиции. И уже потом по камерам был определен этот человек, и человек был задержан. В целом, по статистике, ночь с 31 на 1 не отличается повышенным всплеском несчастных случаев, но это не значит, что не стоит соблюдать осторожность. Сотрудники оперативных ведомств и наша телекомпания просят самарцев быть предельно осторожными и не испытывать судьбу. С наступающим! Анатолий Головко, Константин Головин, События. Встреча Нового года – традиционный пир, где стол ломится от еды, а спиртное льется рекой. Но врачи предупреждают, что обильная жирная пища в сочетании с алкоголем может привести к печальным, а по часу – к трагическим последствиям. О том, как не навредить своему здоровью и не испортить праздник себе и близким, расскажет мэри Елчан. Возможно ли отметить праздники и при этом не набрать лишний вес? Обычно на новогодние каникулы мы любим есть много и разнообразно. Провести Новый год нужно так, чтобы наутро не было стыдно за переедание. Переедание. Как сделать так, чтобы главное событие в году не стало проблемой для желудка, мы узнали у диетолога. Любая еда должна быть некалорийной. Предпочтение нужно отдавать легким блюдам, таким как овощные салаты, заправленные не майонезом, мясным закускам без жира и рыбе. Чтобы не переедать за новогодним столом, врачи рекомендуют поесть за пару часов до торжества. Всегда говорю, порции должны быть небольшие. У нас нет вот таких прям вредителей для нашей талии. Всегда вредно количество и как часто мы это едим. Поэтому если вы положите кусочек разнообразных закусок по кусочку, не кладете там 3-5 ложек салата одного, а кладете только разные салаты по одной ложке, то я думаю, что новогодний стол вам не повредит. Нельзя запивать еду холодными и газированными напитками. Так пребывание пищи в желудке сокращается с 4 часов до 30 минут. А это, по словам врачей, прямой путь к ожирению. Также диетологи советуют пользоваться полным набором столовых приборов. Говорят, левой рукой правшам есть неудобно, поэтому они замедлятся и съедят намного меньше. Жители Самары лишних сантиметров на талии не боятся, потому как разбавлять новогодние гуляния собираются активным отдыхом. Ее можно поддерживать не после новогодних праздников, а уже до начинать. Поэтому мне это не грозит. Я спортом занимаюсь пару раз в неделю. Ну, кушать, наверное, на сам Новый год покушаю хорошо. Но потом остальные праздники активно. Спорт, коньки, лыжи, прогулки. Особое внимание нужно уделить количеству выпитого алкоголя за праздничным столом. Лучше всего остановиться на одном бокале шампанского, который не принесет вреда организму, а просто поднимет настроение. Безопасных доз алкоголя не существует, поэтому каждый взрослый должен знать свою максимальную дозу, которую лучше не превышать. Лучше не смешивать. Желательно, чтобы еще на старте определить для себя, какой напиток употреблять. Если начался вина, не нужно пробовать все, что есть на столе. Категорически запрещается коктейль, где есть и шампанское, и какой-то крепкий напиток. Почему? Крепкий напиток, он всасывается в кровь и, в общем-то, в высокой концентрации приводит к тому, что человек начинает пенеть сильнее, чем при употреблении какого-то легкого напитка. Снять неприятный недуг с утра поможет чудодейственный рассол натощак. После распития спиртных напитков человек должен пополнить себя солями, которые были выведены из организма. Это калий, натрий, магний. Поэтому хорошо помогает рассол, соленые огурцы и помидоры. На следующий день лучше прогуляться на свежем воздухе, поесть горячего супа и ни в коем случае не похмеляться. Найти самарца, который будет спасаться от похмелья, нам не удалось. Главный секрет хорошего самочувствия, говорят горожане, не пить в новогоднюю ночь. Отметить можно и без выпивки. И хорошо, и отлично. Я приеду, отдохну без этого всего после работы. Или, к сожалению, или к счастью, я не употребляю. Свою дозу я выпил в советское время. Чтобы не испортить праздник себе и близким, лучше все же не доводить себя до такого состояния, когда потребуется лечение и во всем знать меру – и в еде, и в алкоголе. С наступающим! Мэри Илчан, Василий Калдашов, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События. Что ожидает нас в грядущем году крысы? Как лучше всего встретить Новый год, чтобы весь 2020-й выдался успешным и богатым на приятные события? Мария Левина заглянула в будущее и готова рассказать, к чему готовиться в наступающем. В преддверии Нового года принято подводить итоги и составлять планы на следующий. Самый легкий способ заглянуть в будущее и узнать, что готовит год грядущий – это гороскопы, которыми сейчас пестрит вся сеть. Мы посмотрели несколько версий, и все они схожи в одном, что следующий 2020-й год совсем неоднозначен. Так ли это, мы попробовали раскрыть тайны звезд. Миллионы людей по всему миру в разные времена пытались заглянуть в далекое и неизведанное и предсказать будущее. У каждого из народов сложилась своя традиция, свой подход к составлению гороскопов. В Индии, например, как только рождается ребенок, ему составляют натальную карту. Это индивидуальный гороскоп, его еще называют звездным паспортом. Индусы всегда его носят при себе. Индийская астрология, кстати, считается самой древней в мире. Натальная карта состоит из нескольких домов, каждый отвечает за свою сферу жизни. Их изменения зависят от влияния той или иной планеты. Изучив звезды, эксперты дали свой прогноз на наступающий год. Год будет не из простых, потому что в этом году будет шесть затмений. Обычно считается, что если четыре затмения, то это нормально. Но шесть затмений – это, как правило, тяжелый год. Затмения будут и лунные, и солнечные. И очень важно в затменный период осознавать и понимать, что это период не только, что катастрофа, да, там все плохо. Но это период, когда, возможно, будут такие перемены, к которым человек не всегда готов, да. Это период, когда лучше сосредоточиться на каких-то целях своих. Сейчас, кстати, мы находимся в коридоре затмений, отмечают эксперты. 26 декабря началось солнечное, а 10 января предстоит лунное. Однако время это назвать неблагоприятным нельзя. Напротив, оно идеально подходит, чтобы загадать желание. Но вот кардинальные изменения в жизни лучше отложить. В целом же год будет богат на политические изменения, новые законы и перемены, последствия которых будут ощутимы позднее. 20-й год будет фундаментальным. Для многих этот год символизирует глобальные перемены, которые могут произойти до 2023 года, но истоки именно в наступающем. Начало года, январь, может быть травмоопасным, поэтому эксперты предостерегают по возможности отказаться от путешествий на большие расстояния, экстремального спорта и быть осторожнее на дорогах. Саму новогоднюю ночь важно провести в комфорте. Это больше Новый год про то, что нужно быть в кругу семьи. И нужно быть там, где эмоционально тебе спокойно, тебе хорошо, тебе надежно, тебе тепло, уютно и так далее. То есть это точно год не про экстрим. 31-го, как и большинство дней наступающего года, настроение будет переменчиво. Важно находить компромисс с самим собой и окружающими, и тогда год пройдет успешно. Но главное, несмотря на все затмения и планетные коридоры, 2020-й будет удачен в финансовом плане. Мария Леевна, Дмитрий Мешканцов, События. Мюзиклы, кукольные спектакли и балет. Самарские театры подготовили разнообразную новогоднюю программу. Какие праздничные сказки можно посмотреть с ребенком, узнал наш корреспондент. Актер Самарта Сергей Бережной давно мечтал сыграть принца. На Новый год желание сбылось. Он получил роль в любимой с детства сказке «Красавица и чудовище». Этот спектакль – часть праздничной программы театра, которую самарцы увидят после Нового года. Они взяли очень интересную сказку. Одна из моих самых любимых сказок детства. Поэтому в кои-то веке, наконец-то, я сыграл принца. Музыкальный, веселый, красочный, танцевальный спектакль. Очень много музыки. Мы надеемся, что это будет спектакль, который поднимает настроение. Который можно смотреть родителям с детьми. В Самарской филармонии 2 января пройдет спектакль «Оловянный солдатик» и «Прекрасная балерина» по мотивам сказок Андерсона. Новогодние чудеса будут случаться под игру музыкантов из «Волга фолкбенд». А на сцене вместе с артистами филармонии выйдут маленькие актеры из театра «Задумка». Ну, а туда включены сказки о Соловье, сказки другие Андерсона, мотивы сказок. И герои туда вставлены исключительно для того, чтобы просто выстроить сюжет. Ну, сюжет, конечно, у нас заканчивается хэппи-эндом. Насыщенная программа и в оперном театре. Особенность этого года перед спектаклями в фойе будут идти представления с Дедом Морозом и Снегурочкой. Конечно, большую часть репертуара составит всеми любимый балет Чайковского «Щелкончик». Кроме этого, мы показываем Чиполина, мы показываем в расчете уже исключительно на детскую публику «Золотой ключик», «Временские музыканты». Для тех, кому ближе камерная сцена в театре «Кукол Лукоморья» подготовили свою новогоднюю программу. Здесь и обязательная елка перед спектаклем, и постановка «Снегурочка» по известной русской сказке. В Самарском театре «Кукол» для детей со 2 по 7 января будут идти спектакли «Теремок» и «Алибаба» и «Сорок разбойников», которые будут открывать новогодними интермедиями. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Григорий Плешаков, Максим Гусев, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Сегодня в 19 часов смотрите итоговый выпуск программы «События», где мы расскажем о самых ярких новостях этого года. Я на этом с вами прощаюсь. С наступающим. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»